Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Сегодня я продолжаю тему подкормки томатов, а именно о том, как узнать, чего не хватает в вашей рассаде томатов. Я уже рассказала в предыдущем видеоролике, в каких случаях подкормка вообще не нужна. Во-первых, до раскрытия настоящих листьев подкормка вообще маленькой рассаде не нужна, не надо ничем подкармливать. И иногда недокормить лучше, чем перекормить. Во-первых, до пикировки вообще можно не подкармливать. Подкормка не нужна, если вы высаживаете, высеиваете семена в свой проверенный, питательный, хорошо составленный грунт. Или купили хороший специальный грунт именно для томатов, то тогда вам подкормка тоже не нужна. Там обычно все заложено. И до высадки в теплицу и в грунт можно рассаду не подкармливать. Еще я говорила о том, что даже если грунт хороший, но внешний вид рассады вас не устраивает, то нужно скорее всего разобраться с условиями выращивания. Потому что иногда перелив или недостаток света, или неправильный температурный режим дает вот такой эффект. Внешний вид рассады нехороший, вам не нравится. Но вам подкормка не нужна, вам нужно просто или дать больше света, или дать меньше, не переливать. Разобраться с условиями выращивания. Но все-таки, если после всего этого рассада у вас выглядит как-то не так, но вы видите, что что-то с ней не то, то нужно разобраться, чего не хватает рассады. Бывает, что рассада голодает. Посадили в какую-то вы землю неизвестную, вы не знаете, что там есть, что там нет, какие питательные вещества. Видите, что рассада какая-то не такая. Вот как разобраться, чем подкормить, какая подкормка нужна. Но прежде всего нужно узнать, какие виды удобрений существуют для подкормки рассады, а также когда и как их стоит применять, чем попало, не нужно подкармливать. Мы обращаем прежде всего на внешний вид растений свое внимание. Состояние листьев и стеблей рассады нам само должно подсказать, что томатам нужно, ну или наоборот, не нужно, чем в первую очередь подкармливать. Вот если рассада выглядит, как говорят, что уныло, нижние листья желтеют и начинают опадать, это обычно всегда почти 100% недостаток азота. Я вот уже говорила, что я, к сожалению, не могу вам показать ни желтых листьев, ну как, у меня пока образцов таких нету, потому что у меня вот даже семидольки все зеленые, неделю назад я их распекировала, они немножко поболели, пришли в свой обычный внешний вид. Но бывает, что вот эти вот семидоли желтеют и вообще отваливаются. Вот обычно это азот. Именно этот элемент растения может самостоятельно перебрасывать из менее нужных областей в более нужные, в которых идет интенсивный рост. То есть, если в грунте не хватает азота, семидольные листья, они уже выполнили свою роль, они нужны только во время всходов, все. И растение, вот как у растения стоит выбор, или молодой лист поддержать, который вот только растет, развивается, или вот этот старый семидольку, конечно, она делает выбор в пользу нового молодого листа. Оно перебрасывает весь азот сюда, этот лист бросает на произвол судьбы, он желтеет без азота и опадает. Поняли, да? Если начинают желтеть семидоли, и если у вас правильный режим полива, если вы не переливаете, потому что это может быть еще от переувлажнения, значит, не хватает азота, значит, бедное растение выбивается из сил, оно старается поддержать молодые листья, а старых уже забыла, все, они и не нужны. Вот это азот. Но именно, как вы решили, что надо подкормить азотом, но именно с подкормкой азота очень важно также и не переусердствовать. Ведь в лучшем случае рассада будет выглядеть великолепно, с толстыми стеблями, жирными красивыми листьями, но плодоносить она будет очень слабо, на большой урожай можно не рассчитывать. Я в прошлом году уже снимала видео, о этом явлении называется жирование томатов. Томаты вырастают, как деревья, жирные, красивые, ярко-зеленые, но почти без плодов. Это в лучшем случае. А в худшем случае перекормленная азотом рассада, высаженная в грунт, подвергается нападению множества болезней, она очень восприимчивая и может даже погибнуть, поскольку перекорм азотом сильно ослабляет иммунитет растения. Кстати, вот симптомы сильного перекорма азота на стадии рассады это скручивание молодых листьев и их хрупкость. Можете это вы потом заметить. Но сейчас рассада еще очень маленькая, на ней ничего этого не видно. У меня нет вот азотного голодания. По внешнему виду сразу видно, видите? Растения без единой подкормки, ярко-зеленые, никаких желтых, даже семидолий нет, значит азот нам не нужен. Идем дальше. Фосфор. Недостаток фосфора знаком, возможно, многим. Рассада становится фиолетового оттенка, прежде всего на нижней стороне листьев. Вот там снизу начинает фиолетовый оттенок появляться. Появление фиолетового оттенка это также известный признак того, что корням помидоров холодно. Но это все звенья одной цепи. Из-за холода корни не могут усваивать фосфор. И если у вас фиолетовый стебелек, ему холодно, а потом начинают фиолетовые листья, значит фосфор недополучает растения из грунта. Вот у меня недостатков фосфора тоже нет. Никаких ни фиолетовых стебельков, ни фиолетовых листиков нет. Я осматриваю всю-всю рассаду еженедельно. Вот когда выношу на опрыскивание, я осматриваю. Недостаток калия. Но недостаток калия редко встречается у рассады до высадки в грунт. Но проявляется он в том, что верхние листья становятся курчавыми, морщинистыми такими. А на нежных листьях по краям начинается с кончиков листьев такая светлая полоска, которая потом чернеет. Недостаток калия мы видим иногда и на огурцах, и на томатах. Но молодая рассада, она не подвержена. Еще рано калий недостаток искать. Вот недостаток железа может встречаться как раз у тех огородников, которые считают, чем больше света, тем лучше в течение долгого времени. Круглосуточно досвечивают рассаду. Круглые сутки свет держать на рассаде нельзя. Именно ночью, в темноте, идет переработка усвоения накопленных питательных веществ. Хлороз проявляется в пожелтении, побелении листа. Обычно начинается с верхних листьев. Также может быть на рассаде и недостаток магния. Он тоже проявляется в хлорозе. В отличие от признаков при недостатке железа, окраска листьев. Из желтой становится более темно-красноватого, фиолетового оттенка. Недостаток бора может начать проявляться, но уже на фазе цветения. Вот у такой молодой рассады, это редко-редко очень. Вот когда начинают завязываться плоды, а падают завязи, значит недостаток бора. Также недостаток кальция редко проявляется тоже на рассаде. Он уже в стадии плодообразования. Там может быть и вершинное гнили все. Может быть недостаток любых других прочих микроэлементов. Но вот если вы, например, смотрите, что нет никаких явных признаков, вот ни пожелтения, ни фиолетового у вас, ни светлой каемочки, ничего. Не трогайте свою рассаду. Дайте ей спокойно расти. Главное, побольше света, поменьше воды, не заливайте. Нормальный температурный режим. Все, как у растений на улице. Днем им должно быть светло, ночью им должно быть темно. Днем чуть потеплее, ночью чуть похолоднее. Полив раз в неделю и только тогда, когда земля подсохнет, верхний слой окончательно. Все. Обычно такая маленькая рассада, она ни в чем не нуждается. Вот я раз в неделю поливаю и раз в неделю опрыскиваю. Я никогда не делаю на фазе рассады никаких подкормок питательных, вот туда в грунт под корень. Только повышаю иммунитет. Повысить иммунитет, пожалуйста, раз в неделю спрысните эпином, раз в неделю спрысните каким-нибудь цирконом, HB101. У вас вырастет прекрасная крепкая рассада, если будет много света, тепло и ваша любовь. Все. В следующем видеоролике расскажу, какие именно удобрения можно применять для подкормки рассады. Но только в том случае, если она действительно в этом нуждается. Не надо зря перекармливать ее вот этими покупными, особенно всякими химическими препаратами. Ей этого ничего не нужно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok